Из книги «Открытый Моком» седьмой том. Тема Лавкин книги. Вопрос. 1888. «Почему вы не согласились стать священником? Столько бы пользы могли принести?» Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. «Мок и не раз. Многие епископы здесь и за границей покушались меня, в кавычках, обрезать свою иерархию. Не мое это дело, кроме того, что сильно подрезало бы мою благовестническую миссионерскую работу. Это понимал и митрополит Виталий, хотя и предлагал рукоположиться ради эксперимента, что, может быть, это мне бы как-то помогло еще шире в проповеди. Из житей известно, что святые почти все поистине или только для приличия отказывают от священства, тем более от епископства. Многие искали этой чести, но они не во святых. Поистине говорю, что лично я не достоин быть настоящим пастрем, как его рисует Златоуст, да притом не могу горбатиться перед тем, что не по Библии. Меня тут же и запретили бы, и был бы я не простой лысый старикашка, а еще и с приставкой, в кавычках, растриги. Это ли нужно проповеднику? Галатам 1.10. У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. И главное, что меня страшит, это покойники отпевать всех подряд. Мои ноги не выдержат молений длинных, потом еще требы и полное отстранение от народа, от проповеди. Нет, избави Бог, я уж на внизу пирамиды, так и буду осенизатором и чернорабочим. Святой Иоанн Златоуст в 350-407 годы, стоя в звании диакона в Антиохии и желая избежать пресвительского епископского служения, написал свое оправдание шесть слов о священстве. Из его трудов священник должен во всем столько превосходить всех, за которых просит, сколько защитник превосходит защищаемых. Душу священника обуревают волны, сильнейшие тех, которые ветром поднимаются в море, и прежде всего видится огромная скала тщеславия, любовь к похвалам, желание чести, неразумные вредные почести, благосклонности, робкий страх, отсутствие дерзновения, великий вид смиренно-мудрия, в котором истины нисколько, устранение обличений и эпитемий, или, лучше сказать, применение их даже выше меры к людям незнатным. А перед людьми, облеченными властью, несмелость, не позволяющие рот открыть, пороки священников могут быть и скрытыми, но хотя бы они были и малы, скоро делаются известными. Грехи обыкновенных людей, как производимые во мраке, губят от них согрешающих. А порочность значительного и известного многим мужа наносит общий вред всем. Для священца должны быть избираемы такие души, какими благодать Божия некогда показала в Аверонской печи тела святых отроков. Знаю многих, подвязавшихся все время, изнурявших себя постом, пока они могли быть в уединении и заботиться о себе. Угождали Богу и каждый день успевали в любомудрии, а когда, встав в толпе, принуждены были исправлять невежество народа, тогда они в самом начале оказались неспособными к такому делу. Весьма много повредили себе и не принесли никакой пользы другим. Итак, рукополагающему следует подвергать большему испытанию рукополагаемого, а еще больше самому рукополагаемому следует испытывать самому себя. По причине неопытности одного, много людей доводится до последней погибели. Кавычки закрыты. По слову Златоуста, священник должен быть человеком, образованным, особенно же в следующем священном писании. Блаженный Иероним, 340-420-й, в своем сочинении о жизни клириков и священников восстает против недостатков духовенства. Кавычки открыты. В службе Христовой не ищи мирской прибыли. В противном случае о тебе будут говорить они сеяли пшеницу, пожали церны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине плавленного гнева Господа. Кавычки закрыты. Иероним, 12-13. Иеремия, 12-13. Клирика, который занимается торговыми делами, из бедняка стал богатым, бегая, как язвы. Священник, заботившийся о собственном обогащении, делает себе бесчестье. Иероним советует возможности избегать даже подарков. Кавычки открыты. Что пользы, если ты не ешь скоромного, а между тем выбираешь себе лакомые яства? Поверь, самый строгий пост там, где хлеб и вода. Читай как можно чаще Божественное Писание или лучше не выпускай из рук священных книг. Чему ты должен учить, тому научись сам. Берегись, чтобы поступки твои не опровергали твоих слов, чтобы в то время, когда ты проповедуешь в церкви, кто-нибудь про себя не сказал о тебе, почему же ты сам не делаешь так, как учишь. Слова Пресвитера должны быть украшены словами Писания. Я не желаю, чтобы ты викистовал на показ, выходил из себя, говорил много, не давая в том себе отсчета. Кавычки закрыты. Кавычки открыты. Все, имеющие власть, прежде всего должны обращать внимание не на власть над подчиненными по своему желанию, а на равенство с ними по природе свое происхождение себе. Григорий Двоеслов. Правило пастырское. 604 год. Субтитры сделал DimaTorzok